Более 200 миллионов рублей потребуется Хабаровскому краю на восстановление транспортной инфраструктуры после наводнения в Верхнем Буриинском районе. Ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке главы регионов обсудили на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, который он провел накануне в режиме видеоконференции. Со всеми подробностями наши корреспонденты. От разлива рек в июле пострадало 4 дальневосточных региона. Разрушены мосты, дороги, имущество потеряли тысячи людей. Премьер-министр призвал глав регионов проконтролировать работу по выплатам компенсаций. Понимаю, что точность расчета важна, но все же прошу все службы, руководство регионов стараться ускорить этот процесс. Поменьше в ракате, чтобы людям, которые так потеряли немало, не пришлось поперить за справками и тратить время в бесконечных очередях. В Хабаровском крае самый серьезный ущерб нанесли поднявшиеся реки в Верхнебуриинском районе. Были затоплены 89 жилых домов, 124 приусадебных участка, пострадали 3 социальных объекта, 6 участков дорог. Размыто или частично повреждено 10 мостов. До сих пор не работает переправа до Софийска и Шахтинского. По поручению правительства края в отрезанных населенных пунктах сформирован запас продовольствия и ГСМ. Сейчас вода из двух поселков Верхнебуриинского района ушла. Эвакуированные люди вернулись в свои дома. Спасатели помогают просушивать помещение. По предварительным подсчетам на ликвидацию последствий этого паводка потребуется порядка 300 миллионов рублей. Из них более 200 на транспортную инфраструктуру. Край рассчитывает на помощь федерального центра. И, как отметил на совещании Михаил Дегтярев, готовится к новому амурскому паводку, который прогнозируют в начале августа. Благодаря тому, что правительству удалось ускорить строительство защитных сооружений, в июле крупные города избежали серьезных последствий. Работа продолжается. Проведены обследования всех водозащитных сооружений. Приняты меры по засыпке проранов, там планирование водопропускных труб. В первую очередь, это Хабаровска и Комсомольска касается. Органами МСУ определены места устройства временных сооружений, а также установки насосов. Гидрозащитным сооружениям на совещании под председательством премьер-министра было уделено особое внимание. Михаил Мишустин призвал все регионы ускорить их строительство. Дамбы должны стать мощным препятствием на пути дальневосточных рек. В общей сложности во всех зонах риска Дефо необходимо построить еще 30 километров современных защитных сооружений. Наталья Курченкова, телеканал «Губерния». Своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Ее председателем назначен вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.